С 1 октября в стране стартует осенняя призывная кампания. Только из Чувашии в армию должны отправиться 1300 юношей. Большинство в сухопутные войска. В Насгвардию 130 человек. Федеральную службу охраны, это вы знаете, в ноябре будем опять отправлять. Я вас приглашаю всех на торжественную отправку. Таизенского полка 10 человек. Ну и сухопутные войска 760, ВМФ 110, РВСН 98. Военно-космические силы 220, ВДВ 45. Воинские части центрального военного окра 385 человек. Весенняя кампания показала, что в республике увеличивается количество призывников с хорошим здоровьем. Военный комиссариат Чувашии в числе лучших и по другим показателям. Мы за весну отправили 1359 человек. 279, а это 20,5 процента, ушли ребят с высшим образованием. Поверьте, это очень большой процент на уровне округа. Плюс к этому, значит, 183, а это 13,5, это тоже большой процент. Ребята, которые у нас пошли служить, имея на руках права. То есть ребята отучились в ДОСАВ. Впервые весной в республике набрали призыв из 10 человек в Севастопольскую школу водолазов. Военкомате уверены, что сотрудничество с Черноморским флотом продолжится. В республике становится больше контрактников и уменьшается количество уклонистов. Ребята идут с желанием служить Вооружённой силой Российской Федерации. Значит, тут, конечно, изменение федеральных законов, это тоже самое, видимо, подталкивает. С 1 января 2014 года изменение федеральных законов. Те лица, которые не проходили военную службу, не имея на то законных оснований, военные билеты запрещены выдавать. Но те лица, которые, к сожалению, по состоянию здоровья, они на законные основания. Те лица, которые обучаются, у кого двое детей. По традиции, до старта призывной кампании в военкомате проводят методические сборы и награждают лучших работников. А уже на следующей неделе призывникам начнут вручать повестки. Вадим Пачема, Дмитрий Ковалёв, Валерий Резюков, Республика.